Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 79. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 28 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. И вот кто у нас смотрит, бывает, я попрошу сегодня, исследуйте самих себя. Вам эта фраза была до этого известна? Вы видели последствия этого? Что вскрыто, все. Он умирает и говорит, вот что меня к этому привлекло. Он наконец увидел причину. Все. Измена. Измена, в первую очередь, в нем была. Он легко ее и нашел. Трусость была в нем. Я за рубежом был, когда в Нью-Йорке, ну и там дали мне редкие фотографии царские. И там, где на копне, лежит Анастасия с папиросой. Девчонка. А зачем? Ну вот не знаем как. Ну они стали закрашивать, как у некоторых там, часы на руке. А вот, блин, главное, остался, а с руки убрали. Дальше. Я говорю, а царь-то зачем курил? Ну понимаете, он офицер, и он среди офицеров был. Ну, надо быть как все, чтобы его не оторвали от своей среды. Кто кого отвергнет? Вы еще ошалели, я говорю. Это царь. Это он любого отвергал, а не его. Кто его может отвергать-то? Они уже не понимают ничего. Ну а как опрыгнуть-то? Да, не знаю. Только он с папиросами в кармане был расстрелян. Уста курящего демонской академии. Сиан Кронштадтский говорил, еще царю другие правила будут или что? Его тело, это не его тело, это разрушение храма. Бог говорит, покарай. Вот и покарал. Ну да говорите однажды, ты чего трепещет-то все? Каждый, говорит, хватается руками за нижнюю часть. Как бы чего не было. Истребите это. Труйство себя, обман. Вот везде измена. Но об измене много говорит Давид. Вот я считаю псалтырь, мы каждый день считаем утром одну славу. Слава это 20 капизм, одну шестидесятую часть. А каждая капизма три слава. Православные знают, о чем говорят, по размеру. Если не знаешь, то посмотри сколько страниц. Раздели на шестидесятые каждое утро, высчитывая одну шестидесятую часть псалтыри. Через два месяца мы возвращаемся на то же самое место. Иногда больше, когда человек умрет, там по капизме за него считать. На русском языке, только на русском языке. Покажи какой у нас псалтырь изданный. Там даже написано по благословению, патриарха. Вот он как выглядит. Здесь я не знаю написано или нет, ну-ка подержи. Крупный шрифт. Вот здесь я нашел сколько опечаток сделано. Отослал там где печатать, чтобы было где. Напечаток никто их не найдет никогда. Ничего и нет. Ну, уберут или нет, это вопрос другой. От объединенной библейской общества. Ну, тут дальше написано. Псалтырь. Ну, все, Даши, положи тогда. У нас она разбита, подписана где. Я вот читаю псалтырь или читают братья. Молимся вместе. Каждая строчка ко мне относится. И о гонениях, и о врагах, и о зависти, и обо всем. И Библия говорит нам, Святая Библия. Не скорбь это до смерти, когда друг превращается во врага. Ходили вместе с Дом Божий. Разделяли искренние беседы. И вдруг поднял на меня пяту и легает. Вот сейчас я некоторых людей не касаюсь. Я скажу, на которых у меня табу. Те, которые пострадали. Я имею очень большое уважение к страданиям. На мне слишком много пахали. Длинные борозды проводили на мне, как Давид говорит. Такой Сергей Козлов. Я его никогда не трону. Он будет против говорить. Он не говорит. Я говорю, к примеру. К примеру. Да благословит его Господь в этих страданиях. 14 лет парализованный. А его уже подтравливали. Но от вас не трогает Игнатий. Потому что вы против. А его троньте только. Он и вам врежет. Они не знают меня. Они меряют своей меркой. Никогда. Повторяю. Никогда. И ни слова. Кому надо, скажут. Я не могу. Я вижу его страдания. У меня вся внутренность сжимается. Я бы не был таким мужественным. Не такой я. Я себе так думаю. Хотя кое-что видел в жизни. И было, и болело. Операции. Но не такое все. Другое тоже. Что-то страдал гонимый был. Я сразу вступаюсь на его защиту. Андрей Кураев. Тут еще один. Называть уже боязно. Потому что он перешел в другой стан. И в моем разумении он остается по-прежнему гонимый. Его задавливает. И особенно это связано, когда какой-то должностью человек связан с системой. Система государственная. Патриархийная. Система сама. Она не позволяет быть другим. Ты должен быть этой шестеренкой. Ты должен зубчик в зубчик совпадать. И вот человека бывает уберут там с синодального или какого-то отдела. А что еще самое ярое. Самое такое грубое, ненавистное. Само мы. Высокое мнение о себе. Это миссионерские отделы. Придуманные. И человек становится во врага. Подыскивается. А я его тронуть не могу. Потому что он страдал, был гонимый. Для меня он остается прежний. Тот же гонимый. А это не хочет найти настройку там или копать землю. Там где-то присосался. Был. Ну я неопределенно кому-то говорю вообще. Да благословит его Бог. Он гонимый был и все. А превратился в гонителя. Да не имеет ему Господь. Его я никогда не трону и называть не буду. Почему? Он гонимый был. И такие редко люди встречаются. Ну редко. Однако вот это есть. Это измена. И трусость бояться, чтобы ему теперь показать, что он достоин. Там вернуться на свое место, откуда там выгнали. Он должен теперь из кожи вылупаться. Показать, кто тут, на ком можно биографию построить. На ком можно очки набрать. Игнатий. Безответный. Я ему ничего не могу сделать. И теперь гвоздает со всех сторон. Все не так едим, не так пьем, не так ходим, не так работаем. Все не такое. И еще придумывают что-то. Якобы пророческий дух. Им там что-то убьют. Ничего этого нет. Это трусость и обман. Хотя для виду, интонация, суровость такая. Это все только где там, кто за системой. А в системе они не пикнут нигде. Почему? Расположить себе людей. И они-то его топтали. И они не видят, что перед кем-то. Кого ты обречал-то, они остались те же самые. Ну может ли барс изменить пятна? Сегодня в системе, в системе любой там патриархийной, опровержение слов Божьих. Господь говорит, не можете служить Богу и мамоне. Всю жизнь теперь потратили на то, чтобы доказать. Можно служить и мамоне, а Бог, насколько Богом прикрыться. Не можете, Бог говорит, не можете служить Христу и Вильяру. Вильяр тут дает нам что-то. А Христос мы им прикроемся. Ризы наденем, прикинемся. Это борьба идет. Борьба за сознание людей уже. Верующие это он увидит, это волчатина в мешке или где, я знаю, такое есть. На волков охотились, но оттуда, когда убили его, в мешок его заталкивают, чтобы лошадь не видела. Но даже в мешке конь храпит и бьет копытами. Он знает, здесь волк, даже мертвый запах идет. Они не могут отличить своего от чужого. Вот отсюда болезни все. За этим кроется обман, а обман не терпит организм. Душа метется. Ну, на мне потопчутся, но не все время. Ну, одну книгу, вторую, третью напишут, в конце концов, кончатся. Ничего нету. Топчутся-то они на мне. Хорошее или плохое дело, пусть они разберутся. И на мне они зарабатывают медали, как в КГБ. Был майор, стал генерал-майор. И мне говорят, на вас такие звезды тут получили. Я для того, чтобы вас продвигать по службе, но не на предательстве. Попутно хотел сказать о том, чтобы помогли нам вопросы, которые мне перекидывают на форум из контакта. Я там не бываю. Вот прочитайте, что. Сами заходите на наш форум, чтобы модераторы там не делали. И объявления. Объявления такого порядка, чтобы помогли наши ролики разобрать по минутам, по частям. Краткое содержание. На какой минуте что сказано. Вот оно где. Еще вот это вот. Что это такое? Вот это я не знаю. Отдельно попросили на нашем сайте. Вот это семь каких-то вариантов показывается еще есть. Ну, у нас есть сайт. Я сейчас покажу его. Вот он. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Тут много книг. Книг. Люди скачивают их, но они не в каждом варианте считаются. А здесь звук видео. Тоже что-то не так. То есть я не знаю. Прошу. Прошу. Помогите. И скиньте на меня. А я тогда модераторам отдам. И они там администрации поставят. Ну, это вот прочитайте. У нас идут занятия по скайпу. Но сначала вы должны позвонить, чтобы он вам звонил. А когда во время, когда идут занятия, вы звоните, нельзя принимать никак. Надо заново начать. Это какая-то система такая. Вот посчитайте, что. Это объявление. А вот недавно говорят. Еще я люблю, я уважаю Дворкина, который в отделе. Сегодня надо закрыть все миссионерские отделы. Это самое развратное место мозгов и ума. Какие отделы? Чего? Когда сидят дома. Интернет погас и ничего нет. Идите в мир. Идите, идите, проповедуйте. И вот кто такой Дворкин? Дворкин, это главный руководитель миссионерских отделов. 20 лет питается здесь. Человек с двойным гражданством. Вот посчитайте, на эти места зарядите. Больной, шизофрения, наркоман. Да кто же доверит такому самолет водить? Он излечился. Он не такой. Никогда не разрешат. Нигде. А людей вести, пожалуйста. И он определяет что-то там. И, наконец, ему меня показали. И он теперь на мне топчется. Что-то там говорит, узнает. Теперь я отвечаю. Как они ведут себя? По отношению ко мне? Изыскивают неправду. Делают расследование за расследованием. Даже до внутренней жизни человека. И до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелой. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. Вот чем закончатся миссионерские отделы. Ну, какие миссионерские? Ну, вы помните, царионов там. Это последователи отца Даниила Сысова. Кто с ним сообщался, я не знаю, чем это объяснить. Они все именно вот такие вот. Какое-то зверелое такое у них состояние. Они собой не руководят. Как будто там легион какой-то. Бросаются там, кидаются. Наконец-то на них понимают, что пришло время кабанчика резать. Выступают против него и замазывают его царионов там и прочее. Дальше. И убоятся все человеки и возвестят дело Божие. И уразумеют, что это его дело. Его дело, что с ними так Бог поступил. Бог все отнимет. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него. И похвалятся все правое сердце. Я уповаю на него. За ними я не гоняюсь. А тут за моими роликами сейчас идут такие матерки. Ужасно просто. Как только один из миссионерского отдела или какой-то священник нападает. Мгновенно он, видимо, толкает своих. А прихожане-то это мирские люди у него. Такими матами кроют прямо здесь. Даже убирать не... Как-то сделали так систему даже. Почему нельзя стало убирать? Там матерки тут остаются. Видимо, для свидетельства им. Там выше. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. То есть не надо ни канонизировать, ни анафими предавать. Тогда. Ну а кое-что делает явно, о том рассуждаем. А что они там дальше, это Бог его знает. И дальше. И отвечал доик-едумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал, я видел, как сын Иесея приходил в Намву, как и Мелеху, сыну Ахитуа. Вот так. То есть он видел, доложил, куда приходил, встречался с баптистами, с католиками. Бееву, я видел. А кто это? Это иносилык, совершенно даже едумеянин, не еврей, но царь его послушал. Ему разницы нет, лишь бы меч окровавить. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, кто такой Давид, и кто такой сын Иесеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Вот так, кто такой там, такой-то такой. Это он не в патриархии, много бегает от патриарха там и прочее. Вот в ней патриархию, и мы тебя здесь тогда разделаем по частям, бифштекс тебя устроим. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти. Потому что он был верен. И никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Вот как где-то. Я это, почему читаю, это все это я применяю к себе. По отношению к ним. Меня гонят, я их никого не трогаю. Я показываю, какие слова утешительные до нас прошли, какие великие люди. И поэтому, вот вчера у нас было собрание, 28 февраля. Вот оно будет выставлено. Посмотрите, там выступает сестра гонимая. Что с ней делает священник патриархийный. Уже она в прошлый раз говорила. Подлинный рик московской патриархии ролик называется. Здесь он у нас стоит. А это на собрании было. И она засчитывает письмо. Все. Ну, это я, может, завтра только выставлю еще. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке, и говорят, кто увидит нас, и кто узнает нас. Вот вы заходят, как малые ребятишки смотришь. Ничего нету. Это все пройдет. Мы все из праха. И всю жизнь заметаем, моем там другое. И в конце жизни увидели, намели кучу праха, сами превратились в прах, растворились и не будет. А вот это, что говорить, эти слова-то все останутся. Я уже говорил им, всем сказал, слово. Это местописание говорят. Я, Господь, проникай в сердце и испытывай внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Важный момент случился в жизни людей, когда им проповедуешь, когда говоришь истину. Они могут покаяться. Не покаяться, но с идеей Божьим будет. Ты мог. Это день приговора для них. Дальше. Лукаво сердце человеческое. Более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Вот так, поэтому чего на сердце? У меня сердце там. Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы бы не предали бы его тебе. Собственно, такое отношение ко мне. Они не могут о себе сказать. Я могу. Они меня таким злодеем представляют. А вы против священства? Ну, что, что против? Против. Потому что против беззакония в священниках? А все такие? Не все. Я говорю, не все. Какая-то часть, даже, ну, может быть, процент один из священников, из ста процентов. Может быть, и не такие. Но очень и очень мало. А они не понимают. И веры-то нет никакой. Прибыток. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, чтобы он, потому что он сделал себя сыном Божиим. Вот и все. А то я сказал, я избранник, меня с детства Бог избрал, они слово избранные, как огня боятся. Они не знают. Много избранных, избранных. То есть они не знают в этом неведении, вышестоящие над ними, и все. И вот они что? Награды какие придумали. В священном писании говорится, трехщина иерархия. Это слово уже как бы объясняет. Это кто? Диакон, пресвитер, епископ. Все. Но теперь надо эту разную по градусам поднять. Я думал, из-за чего это? Видимо, толкали друг друга и стали, кто когда рукоположен по старшинству, тот ближе будет к патриарху стоять. Жмутся так к патриарху. С какой стороны должен быть? Дальше. Меньше и меньше чтец. Ну, без этого нельзя. Чтец. Я вот чтец. Дальше. Там разные-разные такие названия. Киларь. Это не рукоположение. Должность. А рукополагает куда? Иподиакон. Диакон. Архидиакон. Иродиакон там. Ну, как что, только нету. То есть диакона распределили чуть не семь разных позиций. Дальше. Пресвитер. Священник. Поп. Но это названия другие. Дальше. Протопресвитер. Иеромонах. То есть священник, домонах. То есть сколько вот таких вот разных еще. Архимандрит. И все это. Да, епископская. Игумен. Все придумано это. Ну, есть оно есть. Но вы-то хотя знаете, что этого нет в Евангелии. А если епископ, архиепископ, митрополит, патриарх. Ну, что дальше еще? А дальше уже звание ему на месте. Христа, там, Папа. И все это дальше. Все это пыль. Перед Богом никто. А то отпевали Ельцина. Помяни, Господи, первого президента России. Богу нужны эти президенты. Пьяница. Как в Зюганах, кто там писали коммунисты. Ему кол осинов надо было забить. Россию развалил всю. Пьяница. Дорвался до власти. Он мне говорит, посмотри. У него, говорит, лесота тюремщика. Ну, Богу-то не надо это звание. Ну, помяни, Господи, еще можно сказать. Ну, первого-то президента зачем? И перед всем миром это. Дальше. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Вот, искали, каждое слово исследовали. Не находили. Наконец, два лжесвидетеля. Мы слышали, он против храма говорил. Ну, за храмы сейчас скажи, убьют что-то. А в храме мерзость запустения. Христос пришел. Там храма-то и нету. Дом торговли. А уже уходя последнюю неделю, перед распятием, он говорит вертеп разбойников. Банда, как Алексей Второй сказал. Ну, не я говорю это. Помыслы в сердце человека глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их. Вычерпывает. То есть, думайте. Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня. Во всем абсолютно. И он допрашивает. Богородицу не признаете. Это все время было. Там 20-40 лет назад. 50 лет назад. Одни и те же вопросы. Ходили в московскую патриархию мы. А это то же самое. Я говорю, ну, как я могу так сказать? Ну, я считаю Богородица достойно. Я считал в трехлетнем возрасте. Все. Нет, это. А иконы вы не признаете? Ну, как не признаете? У меня иконы есть. В церкви я прикладываюсь к иконам. Как? Ну, должен съесть ее на ваших глазах. Или что сделать-то? Допрашивают. Ничего нет. А как было? Такое было. Это Дионисий Александрийский. Считаем об этом. Ироним Стридонский. Допрашивают. Я говорю, они не верят. А состояние народа было такое. Это, конечно, по научению попов. Православных считали еретиками, а еретиков православными. А архиереи вообще не верили в воскресение мертвых. Тогда Бог семь отроков усыпил их, а потом воскресил через столетие. Ибо нет в устах их истины, сердца их пагуба. В гортанях открытый гроб языкам своим льстят. Льстят. Вот это характеристика. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, из взведанных, исполненных святого духа и мудрости, и их поставим на эту службу. Пироги резают, раздавать, кормить. А здесь духовно хотят кормить. Миссионеры. Я вспоминаю все слова, в газете, в «Центральной известии» писали. Пришли интервью брать у Кагановича. А он 93 года уже. И говорят, а вот сейчас политики другие. Политики. Говенные политики. Вот вся характеристика. Миссионеры-то какие? Он в живе-то, он не знает даже, как разговаривать с человеком. Когда говорить, когда не говорить. Смотришь, как это оголтело. Специально набирает, или такие они уже есть? Миссионеры. Какие же это миссионеры-то? Миссионер, в первую очередь, умеет владеть собою. Он ставит задачу быть угодным Богу, а не отделу своему. Не так, я ходил, говорил, дайте мне денег за это. Я статью написал, дайте денег. Ну, понятно. Вот куда даже пироги раздавать, и то он уже исполнен святого духа. Вот каких надо избирать на патриарх и миссионерский отдел. А они этого-то и не знают даже. Они вообще понятия не имеют. Друг за друга прячутся. Сыны человеческие только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Вот и весь сказ. А они перед ними умирают друг перед другом. Архиерей только сказал, глянул и запомирали, говорит. Три дня отмывать надо. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиенам двое худше вас. Ну и к кому относятся? Они говорят, так это к вам относятся. Ко мне никак это не относятся. Я не отношусь перед ним, кто написан, ни того, что есть. Я свидетельствую. Чтобы сделать его, нет, мы им свидетельствуем и отправляем в храм московской патриархии. К себе-то не зовем. Вы еще такое найдете. А это звали к себе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня овсе вышли. Это у Давида все было. Когда я в страхе, на тебя я уповаю. В Боге восхвалю я слово его. На Бога уповаю. Не боюсь. Что сделать мне плоть? Ничего не сделает. Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Ну, вы считаете это. А вас все любят, вы хорошие. Горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Вот, я считаю, это мои слова. Я их соединяю. У меня молитва-то другая, чем у вас. Вы ничего это не относите. Потому что вы извратители. И все время на зло делаете. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы было ведущим. Я за вами не притаюсь, не ищу. А у меня выискивают, слушают на моих же роликах. У меня книги есть. Меня ловить-то не надо. У меня все открыто. А у вас-то ничего и нет. Кроме того, что нападаете. Неужели они избегнут воздаяние за неправду мою свою? Во гневе не зложи, Боже, народы. У тебя исчислены все мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? А вот так. Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. И как только я одно слово какое-то скажу, запомирали буквально все. Ну ничего у них нету, больше-то нету. А злоба никогда не может возвысить человека. В Боге восхвалю я слово его. В Господе восхвалю слово его. Слово Библию. Отношение к Библии какое. Ко мне это относится, как пиетет, как говорит Андрей Кураев. Самый большой к Библии. Такая любовь. На Бога уповаю. Не боюсь. Что сделает мне человек? Что сделает мне человек? Он ничего не сделает. На мне, Боже, обета тебе. Тебе воздам хвалы. Ибо ты избавил душу моей от смерти. Да и ноги моей от преткновения. Чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых. Я хотел показать сегодня апсалтыри. И когда считаете, смотрите, на вас сходится или нет это. Если к вам не сходится, а вы именно против кого молятся, подумайте, а кто вы. Не можете служить Велиару и Христу. Христу это значит вопросов нет. А апсалтыри-то считается в церкви. Тут не надо говорить, что это ветхозаветнее. Это прямо конкретно самая считаемая в мире книга. Православный глаз. Богатый материал. Кулители размазаны. Это под роликом такой ответ. А ему отвечает. Сергей Козлов, парализованный конописец. На войне, как на войне. Покой и не снится. Понятно. Ну нападает, я должен ответить. Все испытываете. Хорошего держитесь. Все испытываете. Но что до того. Как бы ни проповедовали Христа. Притворно или искренне. Я этому радуюсь. И буду радоваться. Правильно проповедуют. Но они думали так. Душа какая обратиться и показать императору. Это вот через Павла. Чтобы его сильнее зажали. И не выпускали из тюрьмы. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовестования. То есть они его гнали. Говорили. Вот это делают они. У меня сразу в 20 раз посещаемость увеличилась. Удивительное дело. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Вот так. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Вот и все они гонят. И у меня приходят люди, а мы говорим через то, что на вас говорят, мы увидели, что этого нет. То есть они помогают. Но они-то тоже живые души. Не вменяем этого Господа. Я каждый день молюсь. Господи, этого безумия им не поставь в судный день. Некоторые правда по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. Вот понимаете, они проповедуют, а цель одна, чтобы у Павла не выпустились в тюрьму, и чтобы он был гонимый. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Благовествование еще защищать надо. Защищать от кого? От лжемиссионеров, которые есть. Они никакого отношения к миссионерству-то и не имеют. Выйдите из этой системы, идите проповедуйте, будьте миссионерами. Нашли себе систему, городушку пристроили. Ну что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. По вашей молитве я прошу, помолитесь, чтобы Бог утишил, и чтобы они не погибли. Чтобы Господь дал силу все это нести, как должно. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем постромле не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизни ли той или смерти. Я к себе это все применяю. И поэтому много мест Писания, это нам не помешает. Такой день сегодня. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Приобретение в латышском языке «наванес ауглюс», то есть «и смерть несет плоды», то есть «ты хлебы давал, милостыни», а при смерти все обратно к тебе возвратится. Тогда Бог рассудит как у Бога. Да ну если бы они верили в Бога, нападают, верили в страх Божий, суд Божий, но они бы трепетали, а этого нету, ничего нету. Они системы, она их защищает. Они надеются-то на систему, тем более система связана с мирской властью. Вы вместе с мирской властью будете сметены на помойку, со всеми вашими миссионерскими отделами. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. То есть они все, что только не услышали, судят и судят. Вот сейчас один вышел, а вот там Игнатий на пруду. А он хоть палец о палец ударяет или нет? То есть там показано, работаем, нет, ударяют палец на палец или нет? Я кидаю землю вместе с молодыми ребятами, но мне-то уже почти 77 лет. Вот уже через два месяца будет. А ударяет ли я палец? Ударяю или не ударяю? Никита, ударяю я палец о палец? Да более того, нормально. Нормально, так принимаешь меня в свою команду. А Володя, как ты считаешь? Подай голос. Это мне сегодня скинули, что, так сказать, я не работаю и то другое. А три грыжи от чего у меня получились? А это что? А это что? Дальше. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Ко мне подходят вчера, ну что вы так вот, ну пожалейте себя. Вот, ну как я, еще впереди пост будет, к Пасхе какой буду. Вот говорят, мощи я не почитаю. Ну, если бы я не почитаю, никто бы не почитал. Но получилось так, что во мне уже мощи почитают. Обнимают меня, хлопают. А там ездили-то дорогой, там где ночевали, где там дым. Я прогорел и весь приехал. Ну и правда, усох маленько. Да одни мощи остались. Мощи у нас почитают. А в живых людях. Лишнее для себя сбросьте. Это уже не мощи, а черви будут. Дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем повторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Вот эти слова, это слова страшные для православия. Какая вера евангельская? Не молитесь и не знают, своими словами ничего нет. Вера евангельская, не православная, не баптистская, никакая. Поэтому в Евангелии надо смотреть, сходятся с этим или нет. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Я, я, я. Что он якает-то все время? Окружили меня, как пчелы, и угасли. Как огонь в терни. Именем Господнем я не зложил их. То есть, я, я, я. У Давида сплошь и рядом я. Ну, это нехорошо. То есть, они не понимают, только сестра говорит, сказали написать письмо. Но я не говорю. Ну, как не говорит? Она говорит, обо мне речь идет, как она же. То есть, совершенно безумие. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Вот не излился, все, Господь, пошел на крест. А вакуум просил власти себе у царя Алексея Михайловича для расправы с ледниканьянами. Дай мне власть, я и всех перепластаю. Да, я и власть. Я этого сказать не могу, мне это интересно. А в чем растал лучше? Страдал, страдал там. Я только одно прошу, благослови их, Господи. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович, вот с чем хотел поделиться и спросить. Нахожу, что третье определение человека Божьего, кроме смиренного и послушного, о чем писал, рассуждал вам ранее, это человек кроткий. В Священном Писании мы встречаем два имени, носителей которых названы кроткими. Иаков, сколько дети выросли, и стал и сам человеком искусственного зероловства, человека полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах бытия. И Моисей, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Еще одно имя, сам Христос, который именует себя кротким. Матфея, 11 глава. Примечательно, что апостолы таковыми не названы. Следует отметить, что кротость понимается не как качество, о котором несколько раз говорит апостол Павел, а именно кротость как существо человека. И вот мы читаем, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Действительно, наследуют землю Иаков, землю Гесем. Почти наследуют землю Моисей, но не входит в нее и отступает от своей кротости. А Христос, будучи кроток, какую наследует землю, будучи Богом? Воскресение и жизнь будущего века. Под этим разуметь. Сильный и страшный ролик, удушающий любовь. Господи, помилуй нас грешных. Это наш ролик поставлен. Ответь. Не лучше положение в любом университете. Это настоящее и еще более пустое будущее. Это все те, чьих телес касались руки облегченных апостольским саном. Это там говорится, Степенникова пять лет исследовала студентов и нашла на 300 человек крещеных, моченых. Только один что-то знает. Еще тут говорить. И после всего, что натворили они, еще и выглядеть хотят получше. Отличиться в преследованиях безбожники, бракодилы и кощунники. Вадим Канищев. Спасибо, Игнатий Тихонович. С тех пор, как открыл, в кавычках, вас на просторах интернета, регулярно смотрю ваши видео и читаю. Не совсем согласен сам из пятидесятников. Понятно. Но охотно учусь у вас. Многое нахожу полезным для себя. Вы делаете большую и нужную работу. Благослови вас Господь на этом пути. Вадим Канищев. Сергей Игнатов. Спасибо, Христос. У меня из числа друзей пропала фамилия Игнатия Лапкина. О подписке Ютуб появилась такая запись. Четыреста. Это заблуждение. Ваш клиент выдал неправильного или незаконного запросу. Это все, что мы знаем. Низкий поклон Игнатию Тихоновичу и его близким. Игнатов Сергей из города Угляда, Донецкой области. Понятно. Я не могу объяснить, что это такое. Ну, бывает, может, система, может, кто-то... Донецка же Украина. Конечно. Ну, вот. Дальше. Сегодня один говорит. Владимир, будь светом для этого мира. Какое у него? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот уже более десяти дней у меня высокое давление. Да и многие в нашем городе жалуются. Знакомую матушку встретил. Так, пра. Дочь в Тюмени сказала, что и там также вспышки на солнце и магнитные бури влияют сильно на чувствительных. Лекари пытаются меня закантовать в больничку. Я упираюсь. Спасаюсь так. Подлечили и наутек. А под вечер ежовую рукавицу хватает за сердце. Завтра буду снова просить, чтобы прокапали. Так нет же, ложитесь, говорят врачи. До всего этого мне во сне сказано было. Тебя спасут в печали. Красивый мужской голос. Вот наши люди обращают внимание, что здесь есть. Ну, то есть опять про наши занятия, которые есть. Вот. Теперь мы посмотрим, что поступали. Еще тут один вопрос стал, я уже не поставил. У меня, говорят, очень трудное положение. Я совершил насилие. Насилие совершил. И никакого покоя нет. Там уже прямо такая паника. Что за насилие? Как? И непонятно. Но я скажу, что вам Якова Постника найдите. Это тяжелая биография. Я ее считал с трудом. Ужас охватывает. У него как было. Он молился. Ему дон дал был исцелять. И бесов изгонять. И привезли молодую девицу родителей. Он изгнал беса. Она нормально стала говорить. Но они побоялись, что дорогой хуже будет. Решили ее закрепить, чтобы она тут еще больше-то. Он остался одни и с ней снасильничал. Насилие сделал. Испугался. И убил ее. Еще больше испугался. Рядом река. И в реку ее труп бросил. Три греха сделал. Ну, а дальше. И дальше садная. Говорит, а теперь повешайся. Ну, он пошел по пустыню. Встретил один монах его. Приветил. Как-то маленько развеялся. Он опять там закрылся. И молился. И Бог вернул все дары. Вот какая штука-то бывает. Вот мне какие поступили вопросы. Священник Петр Михалев пишет. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Хотел бы обратиться к вашей беседе с Антонием Дулевичем. Вы утверждаете, что есть правило к причастию, которое обязательно включает в чтение трех канонов и акафистов. Вы ссылаетесь на старобрядцев, как на хранителей правила. Непонятно, на чем основано это ваше убеждение. Если в 17 веке и было такое правило у старобрядцев, это никак не свидетельствует, что при князе Василии в 11 веке было так же. Ну ладно, неправильно. Но повредит это или нет? И дальше интересный ответ. Сам же пишет. Митрополит Иларион Алфеев говорится, что перед причащением следует вычитать как минимум три канона. Один акафист. А сверх того, последование ко святому причащению. Именно так. Я лично не согласен с этими требованиями. Во-первых. Подожди, священник не согласен. Потому что он не делает, я не согласен. Ну суд божий будет, Петр. Ну задумайся маленько. Ну плохо это или хорошо. А я не согласен. То есть всех гонят к причастию. Это убийцы. Убийцы. Многие больные, немало умирают. Все каноны, именно отлучающие от причастия, а не подгоняющие к причастию. Каноны. Все до одного. Сделал грех и пить имя годы, годы. Дальше. Во-первых, никакой церковный устав их не предписывает. Это лишь благочестивая традиция, которая ни в одном церковном уставе не подписана. Он грамотный знает, но все-таки говорит благочестивая традиция. А везде все на традициях у православных. Да и вдруг воевать против этого стали. Еще дальше. А во-вторых, если человек хочет читать каноны и акафисты, и у него есть для этого время, то ничего, кроме пользы, такое чтение принести не может. Но ставить вычитывание этих канонов и акафистов условием для причастия я считаю глубоко неверно. Таким образом мы только отпугиваем людей от святой чаши, лиша их того, что является сердцевиной и основой христианской жизни, причащения святых христовых тайн. Считаю глубоко неверно. История формирования правил от причастия. Священник Михаил Желтов. Ссылка. Все. Отпугивает от причастия. Слова-то какие. Отпугивает от причастия. Вот объясните, что это такое. То есть приготовиться, как должно, считать акафисты. Хорошее, благочестивое дело. Но как бы их его не оттолкнули, как бы денежные кошельки не отплыли. Это смысл-то вот в чем. Подряд. Ну если человек не хочет считать это, но если часто причащается, ему, значит, 4 раза в году он вполне высчитает это. И что, я на чем должен отвечать. А с чем соглашать это? Сейчас все принижено. Я говорю, почему не отлучаете за аборт, как на... Да вы что, тогда в храме никого не... Аборт, если все, Б, как один назвал их, который без мужей называют. Ну и что дальше-то? Ну вам отвечать. Я не могу эти слова говорить. Хорошие, благочестивые, обычные. Почему старобрядцев никого не отталкивают? Почему у Кирилла Сахарова не отталкивают на Берсеневке, около храма Христа Спасителя? Он из московской патриархии. Если часто причащались каждый день, ясно, что не надо. Но времена изменились. И тогда стали думать, а как же хоть как-то застать? А которые считать не могут. Акафис, за каждый Акафис количество поклонов, ну хоть как-то. Тут, понятно, забота была. А это что? Ничего не надо приходит. Ну и больные умирают. Он умирает и умирает, он их сбрасывает, а новые придут. Нам все разрешено. Я с мусульманами беседовал, их сильно это трогают. Как это у вас так? Человек любой грех сделает. Аборт. За аборт надо казнить человека, он убийца. А вы его, священник, там какой-то фартук на него наденет, на голову-то и опять допускает. Но за это-то вам отвечать. Я на это еще не могу сказать. Не делайте, не делайте. Благочестивая, а больше... Ну, сами же сказали. Раз благочестивая, сбросили его. Вот так. Сейчас посмотрю, еще тут какое-то зашло. Что тут еще? Михаил Тихонович, у меня такая ситуация. Я совершил насильственный грех. Не знаю теперь, что делать. И барана не залечить. Сам себе простить не могу. И я ее любил. И вот как-то разозлился. В церковь ходил, исповедовался, причащался. Но не помогают. Очень страшно. Помогите, Игнатий. Понимаете, насилие сделал. И пошел причащаться, как лекарство какое-то. Но это-то что такое? Это что, непонятно разве? Во-первых, насилие. Ну, как это понятно? Что он, платок с нее снял или трусы? Он не пишет. Ну, понятно, что его мучает-то. Где? Пошел, причастился. Спрашивает, вот сын у меня запился. Ну, пускай придет причаститься. То есть, это не церковь никакая. Это шалман. Безумие полное. Он снасильничал. Причастие на другой день. Может, поможет. Поможет, еще легион бесов войдет. Вот как раз и доказательство к отцу Петру. К чему вы приводите причастие? Над причастием вот так дрожали первое. Как? Трижды оглашенные изведите, даже видеть не должны. Никто не выходит. Двери, двери. То есть, дьякон должен пройти, проверить, выгнать, кто на отлучение, кто оглашенные. Двери запереть. Здесь ничего нету. Наоборот. То есть, а тогда где литургия? Ничего нет. Обман. Обман. Трусость, измена. Обман, трусость. Я ничего на это добавить не могу. Вот, пожалуйста. Как раз в строку человек пришел. Что дальше? Федор Бердник. Я хочу узнать и разобраться, а не поверхностно. Что такое ИНН? На самом деле ли оно так безвредно? Или это какое-то отношение имеет к тому, что говорит Иоанн Богослов про число зверя, либо имя зверя? И вообще, может ли это повлиять на мое спасение и личное отношение со Христом? Для меня это действительно важно. Я хочу, чтобы моя совесть была спокойна. Либо это от дьявола, и это мне нельзя брать. Или это чушь? В моем случае ИНН необходима для получения основных необходимых документов. Вот храм на Берсеневке. Отец Кирилл звонит иногда. Единственный храм в Москве, который не принял ИНН. Сходите туда, Московский Патриархат. От храма Христа Спасителя 200 метров там. Вам объясняют. Единственный храм. Значит, он сумел. Ну, что нам делать? Он говорит. Отец, у меня есть материал тут написанный ИНН. Что об этом говорить? Это не печать Антихриста, а это ступени к печати Антихриста. Ну, можете, упритесь, не принимайте. Вы пример нам даете. Это мужественные люди, которые так делают. Александр Ломаев. Добрый день, Игнатий. Мир вашему дому. У меня такой к вам вопрос. К вам едут только семейные, одинокие. Тоже приезжают? Нет. Приезжали, были вначале. Все до одного выехали. Ничего не сделаешь. Надо самому строиться. Никто тебе помогать не будет. Сам. На участке. Копать фундамент. Завозить, работать, себя обеспечить. Скотину завозить. Ничего не сделаешься. Семейные и с детьми. Да еще, чтобы родственники были. Помогли тебе построиться. Емилия Устинова. Доброго здоровья, Игнатий Тихонович. Когда-то в детстве очень любили с семьей слушать цикл рассказов под названием «О тьмы к свету», начитанной вами на магнитофонной катушке. С тех пор прошло немного времени. Пленки устарели и пришли в негодность. Я слышал, что вы перезаписали свои труды на цифровые носители. Пробовал найти в интернете, но, увы, ничего этого нет. Скажите, пожалуйста, как и где можно найти и приобрести эти чудесные рассказы. Или же из каких источников вы их брали. Очень хотелось бы вновь услышать или прочитать эти полезные повести с откуканутцев детства, а также и детям послушать. Заранее благодарю. Ну, во-первых, это не найти. Источники я там указываю. О, а что это такое? Как попало? Вот, источники не найти. Потому что я брал это всюду, с разной литературы, зарубежные везде, из старых журналов. Ну, все, там из Ольва Толстого, там из Лескова. То есть разные-разные. Даже такие были, которые из Гоголя, там многое что. Ну, где у нас? Вот наш по, этот, если это выскочило, наш сайт. И вот здесь, знаете, есть звук и видео. Вот здесь вот. И вот так нажмите его, звук и видео. А здесь идет, что у нас есть. Вот, пожалуйста, Архипелаг ГУЛАГ, 12 томов Златоуста, Жития Святых, 12 каких-то насчитанных, братолюбие, разные духовные материалы, интервью. Вот, что здесь есть. Какие фильмы. И тут, может быть, уже они и есть. Но не знаю. Я уже давно тут не захожу. Модератор и все это делает. Так что, пожалуйста. Видите, какая реакция на пленке. Находит. Какая красавица сидит. Среди святов. Ну, слава Христу. Про ННН хочет узнать. Вот смотрите, где написано. Про ННН хорошо сказали. Там, церковная, патриархийная, священноначальная. Сказали правильно. Свобода твоя. Но за это, если ты и примешь, тебя никто отлучать не будет. Это что? Это приехать одинокому. Ну, одинокому. Вот, посчитайте, где наши ресурсы. Это на нашем форуме. Зарядите деревню или потеряевка. Ну, на форуме. И здесь еще о чем. Про записи. Это покутеряное. Ну, вот, пожалуйста. Ирина Ачелян. Хотела приобрести книги Евангелия и Столкования. Понятно. Дальше будет ответ. Ответ. Книги уже послали. Всем запрошенных книг оплачен. Вот так. Иван Безмельчук. Игнатий Тихонович, как вы относитесь к УПЦ Киевского Патриархата? Я уже отвечал это не один раз. Это Филарета? Да. Или Денисенко? Я бы к нему причащаться не пошел. Но сказать большего не могу. Потому что все это тайна перед Богом. Я лично только свое мнение скажу. Доверие он не вызывает у меня. И против него я не говорю. Хотя много-много отрицательного слышал. То поясок тебе надеть надо, Иван. Почему ты без пояса? И застегнись. Вот два места. Бороду не тронь. У меня о патриархе думай. О себе подумай. Хороший ты парень. Не видно открытое лицо. Но ходить бы я туда, в эту церковь не стал. Нашел бы храмы Московского Патриархата. Ответ, не отношусь никак к ним. Вот так. Теперь покажем, как выглядит наш форум. Чтобы вы знали. Вот он, видите, православный форум. И вот здесь, если первое ткнете, вот. Новое сообщение. Это вот на эту страницу выйдете. А вот здесь вот общий поиск. Вот в конце. И туда зарядите в рамочку. ИНН там или что-то. Или Патриархит. Все найдете там. Елена Власенко. Игнатий, добрый день. Подскажите мне, пожалуйста, по поводу моего решения. Я сейчас работаю преподавателем педагогическом... Слава Иисусу Христу! В педагогическом колледже. У меня очень большое желание работать в полиции. По делам несовершеннолетним. Но пока не предпринимал ничего. Так как боюсь неизвестности. Как быть? Просто почему у меня возникло такое желание? Я сама не из очень благополучной семьи. И думаю, что в этой сфере могу... Так как всю проблему знаю изнутри. И еще второй вопрос. В последнее время мои знакомые, то есть девушки, как бесам одержимы изменяют своим законным мужьям. И при этом рассказывают об этом мне. Я понимаю, что это грех. И стараюсь их напоравить на светлые мысли. И так не делать. Но разочаровываясь в людях, не хочу с ними после этого поддерживать отношения. И в резкой форме не могу сказать, так как они, мы непосредственные руководители. Это все прихожанки. Они исповедуются, они православные Б. Ну вот результат какой. Это такая малая-малая часть показана той бездны глубины, куда столкнулись священники людей. То есть никаких канонов, ни эпитемии, ничего нет. Даже считать перед причастием не надо ничего, ничего не надо. То есть это не просто обман, а вселенский обман. Страшный обман. И поэтому нестущенно Серафим Саровский три дня, три ночи молился о священниках-архиереях русских. И ответ от Бога поступил через три дня. Не пощажу, не помилую. Поэтому все остальное это не пощажу, не помилую. Вместе с вашими миссионерскими отделами вы все сгорите. Ничего не будет. Обман. Как будто ни один не спасается. Хотя Златоуст видел более щадящий режим. Говорит, большая часть. А больше это, ну, по крайней мере, больше наполовину. И дальше. О чем? Как быть, она спрашивает, эта женщина. Ну, они не верующие, с ней никак не быть. Отойди оттуда, да и все. Что ты их ничего не сделаешь? Ну, они, главное, что они все крещеные. Любую отпоют завтра, и все. Б. Александр Ломаев. Как вы проверяете человека, что он не пьет, не курит, не сквернословит? Верите ему на слово? Я вот вина выпиваю для веселья сердца. Курю, но пытаюсь бросить. Да и матом ругаюсь. Про себя можно. У нас денег... Можно вас денег попросить на дорогу, чтобы до вас доехать? Вот такие вот, они построятся. Денег, это, пожалуйста. Ну, может быть, чужая фотография-то, не знаю где-то. Ну, ему ответ, что? Если так будете хулиганить, то попадете в свое место. На черный список. Вот так. Александр Романов. Здравствуй, Игнатий. Мне хотелось бы услышать вашу оценку произведений удивительного человека, написавшего 50 томов уникальных учебников по применению закона Божьих о создании царства, церкви всех живых, о религии, покаянии, а также о откровении о страшном суде. Малая часть выложена на его страничке в литр причале. 50, там то другое, но дальше ответ какой? Все в раз не прочитать, так что ответьте, какие именно вопросы этот человек освещает, иначе, чем в церкви Христовой. Настораживаю текст вашего вопроса и ваш покров в платке женском. Почему? В вопросе в вашем словах о создании царства церкви всех живых, с большей буквы слова, которые никогда так не пишутся. О религии покаяния этого выражения нет в Библии, в святой и в трудах святых отцов, а также откровения о страшном суде. И какие же они могут быть, кроме того, что в церкви уже известно с самого начала? Ну и весь ответ. Александр Мартюков. Дорогой старший брат во Христе Игнатий, спрошу вас, как знатока священного писания, Герман Стерликов обвиняет царственных старотерцев Николая и Александру, что они совершили грех, сочетавшись с браком, так как были в троюродном рабстве по женской линии. Я задал вопрос, откуда он это взял, про грех, ибо... Ну ладно, понятно, Герман Стерликов, оно именно разрушитель, он все разрушает. Патриархия в ересе, старобрящество в ересе, он знает только одного, которого нет. Разрушитель. Библия неправильно написана, у него ничего нету. И он копает и копает везде. Притча 26.4. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы тебе не сделался подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Герман разрушитель и нечего созидать в духовном плане ничего, не может и не дано ему. Он отрицает благодать Божию по всему миру, и веры евангельской у него нет. Библия для него чужая и вредная книга в таком синодальном переводе. Ему не нужно отвечать и отойди от него, и молись за него, как я и делаю давно уже. Для него церкви нет, а он, да якобы еще где-то в тайне, а един епископ. Он лжец и разрушитель, он хуже явно картеист. А я молюсь за него каждый день, а он знать не знает про меня. Я молюсь и молюсь, и за невзор его каждый день молюсь. Александр Романов. Это не женский платок, это бандана, что носит спецназ. В основе его книг лежит слово Божие, это просто 50 томов. В основе его книг лежит слово Божие и Библия. Это откровения, которые даются единицам в этом мире. Кстати, в Библии зашифрована вся парадигма развития этого мира. И даны инструменты для правильной реализации воли Божьей. Я к тому, что основа источник одна, а раскрыть суть Библии разная. Ну понятно, бред. Одинократно, дальше что? О чем? Это не женский платок бандана, парадигма. А потом дальше ответ какой-то есть? Избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины. И не приступая к положенных уже пределам и преданиям богоносных отцов. То есть как святые отцы истолковали, так и надо понимать. И если будет исследуемо слово Писание, то не иногда изъясняют оное. Разве как изложили б от святила и учителей церкви в своих писаниях. И сими более да удостоверяется, нежели составлением собственных слов. Ну 6-й Вселенский Собор, 19-е правило. Все понятно. Теперь смотрим. Дальше. Это я не буду считать, сразу где-то ответ придет. Это он же. Дальше что? Васильенко. Благодарю за ответ. И еще вопрос. Я хочу поменять педагогическую деятельность на службу в полиции. Как лучше поступить? Ну так дальше видно будет. Елизавета Чепенко. Доброго утра. Подскажите, когда лучше подарить картину пасхальной батюшке? Это подарок на Пасху от меня нарисовано. Когда подарить? Ну вопросы-то какие. Это православные. Дмитрий Чернушный. Здравствуйте, Игнат Тихонович. У меня к вам, как миссионер, два вопроса. Первый. Апостол Павел пишет. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, послежает свою голову. Итак, муж не должен покрывать голову. В свете этого возникает вопрос. Почему священнослужители во время могослужения не снимают со своих голов митры, куколи, клобуки и камера? Нарушение. Нарушение. Прямо нарушение. Явное нарушение. Второе. Апостол Павел пишет. Если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Феофилак Болгарский трактует эти строки следующим образом. Как же не бесчестье для мужа растить волосы, когда он через это принимает вид женщины? В свете этого возникает вопрос. Почему священнослужители, монахи, множество святых отцов и сам Господь наш Иисус Христос отпускали волосы? Ну, Господь не отпускал волосы, нигде этого не видно, а то рисует только так. А монахи, у которых нарушители, больше ничего и нет. Отвечать на что? Писание остается в силе. А Христа рисует так. Рисует. Он не был Назареем. Назареем определенное время, голосы не стригли, а потом остригали. Кристина Казарян. Простите, можно вам задать вопрос? Может, он покажется смешным, но хочется знать. В священном писании написано, что Бог создал растения, животных, а про динозавров там не упоминается. Бог создавал динозавров? Их, может, и не было никогда. Сатана костей набросал и мучается с ними. А вопросы по поводу длинных волос и клобаков на голове? Вот ответы, я уже ответил здесь. Вот все это ответы какие идут. По динозаврову вопрос вот этот. Это что тут есть? Это ведь я в стихах ответил. Саша Коптяев. Отец Игнатий, благословите. Мне один человек сказал такую фразу. Церковь это по-своему театр. А так как я алтарник, я побывал за кулисами этого театра. Что может значить эта фраза? Он означает то, что он видит, то и говорит. Он видит. Другого вы ему не показали, он и понимает, это театр. Это не Мирович Данченко. Там еще кто-то другой, могу даже не точно его сказать. И он беседовал со священником. Священник жалуется. Говорит, народу совсем в церковь не стали ходить. Он говорит, у меня в театр, говорит. Даю несколько представлений и ломятся буквально. Так что, батюшка, репертуарщик маленько менять надо, говорит. Вот так. Театр, значит, театр он и есть. Они не верят в ничего, выходят, постояли, зашли. Служба не кончилась, они по одному вылетают уже в безрукавках, матушку под руки и пошли куда там. Я их очень хорошо знаю. И согласен с этим в большинстве случаев. Вопрос. Как относитесь к Андрею Ткачеву? Ответ. Я к нему никак не отношусь. Я желаю, чтобы это было нам не во вред. Думаю, что если бы он был тут, уже не говорю, чтобы он был священником нашей общины. То он бы не пошел на содружество. А так он решил? От Андрея Ткачеве. Ага. Ну да. Я уже о нем говорил. Бой затрогать. Он будет заламывать сразу, думаю. Так. По поводу, что это церковь, это театр. Ответ. Может быть, товарищ ваш увидел суть всего, происходящего за ширмой? По тому, как и сказал. К этому мнению следует прислушаться всем, начиная с патриарха. Не случайно же Игнатий Брянчанинов говорил, что монастыри окончились. Остались актеры. А актеры ничего поделать уже не смогут. Ну, вот и весь ответ. Уважаемый Игнатий Тихонович, вы живете в глубинке России и находитесь на пенсии. У вас есть свободное время. Я работаю в Москве, живу в Подмосковье. С работы возвращаюсь в 20.00. Далее готовка ужина, мойка посуды, вечерняя прогулка. Очень редко. Ну ладно, пустой. Еще дальше-то у него. Вопрос. Где взять время, чтобы следовать всем заветам Библии? Ну дальше еще что-то. Может, ваше РПЦ правильно делает, что смягчает правила в плане бороды, ремешка, крещения и так далее? Да, да, да. Третье. Московский храм, молодежь 20%. А по вашему строгому учению, ее будет 0%. Четвертое. Ваши храмы продают свечи. В наших храмах продают свечи, ходят с подносами, но никто не заставляет жертвовать насильно. А по вашему учению отдать 10% от зарплаты, это в Москве и жена зарабатывают в пределах 126 тысяч рублей. Ребята, неужели так важно, как тебя омоют при крещении? В Библии изначально омывали тех, кто возвращается из стран язычников. Отсюда и пошло крещение водой. Не надо еще отвечать. Я даже не знаю, что отвечать нет. Вот здесь, посмотрите, это его ответ? Да. Вот я выделяю, а вы посчитайте здесь. Ответ большой, потому что много вопросов задал. Ой-ой-ой, еще что? Дмитрий Чернушный. А как же глава 28 книги Исхода, где неоднократно упоминается Кидар, как головной уборщик еще на служителей? Ну, пусть упоминается. В новом завете мы увидели как. Это еврейское было. Теперь, Иноля, я говорю вам, муж, расмоляющийся, порочистующий с покрытой головой, постражает голову. А этот что? Опять он. Игнат Тихонович, не обижайтесь, но я так и не услышал точных ответов на поставленные вопросы. Неужели вы призываете к тому, чтобы наши храмы опустили, а молодежь, подверженная американской пропаганде, снаркоманилась и деградировала? Можете к каждому вопросу своими словами ответить? Не копипастом из Библии. Заранее благодарен. Ну, зачем благодарен? Он тебе нравится так, пусть этот шалман у вас и будет там. Порядка, боитесь, как огня. Вот ответ. Он опять что-то. Что? Игнат Тихонович, вы относитесь к зарубежной американской православной церкви. Американской, да. В связи с последними событиями на Украине, а именно войной США с Россией. Не боитесь ли своим подчинением Америке еще больше напугать народ? Ответ, понятно, что полностью монкутизировали человека. Вера Иванница, муж Дмитрий, пишет. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Мы вынуждены были уехать с Украины из-за общественных событий. Мой муж сейчас находится в Луганске. У нас с ним трое детей. Я с детками нахожусь в Белоруссии. Работаю на ферме. Есть где жить хорошая зарплата. Но нет здесь деревни, церкви. Самого главного для нас. В Украине мы регулярно посещали службу в церкви. Я читал Акаписты. Живем в РБ Республики Белоруссии уже 8 месяцев по мере возможности. По праздникам я нанимаю такси и мы едем в церковь. А сегодня праздник, я на работе. Мы хотим жить среди своих. А наши это люди православной веры. Скажите, можем ли мы приехать к вам жить в деревню? Мы верующие православные люди. Мой муж воевал, защищал женщин и детей. Возможно ли нам у вас поселиться? Все своими руками строить. Вот такие подходят люди. Вполне даже. Любят сельское хозяйство. Таких мы приехать, надо поговорить, посмотреть. И сами построитесь. Хозяйство заведете. Тогда для детей тут будет хорошо. Ответ можно, но при определенных условиях при соблюдении нашего устава православного. Ну, весь ответ. А он у нас печатается, где мы его даем знать. Дальше. Почему ваш брат, отец Аким, отпускает волосы, если за счетописание сказано? Вот ему задайте вопрос. Мы уже задавали. Он никак, упертый. Потому что он с московской патриархии пришел. Вот это к нему там прицепилось. Вера Иваница. Я работала в детском садике воспитателем. Вот, а теперь дальше. У нас нет денег на покупку дома. За их не покупать, а строиться надо. Романов. Праздникам вас и хочу вам что сказать, ознакомившись с материалами, присутствующими на ваших сайтах и страничках. Вы делаете великое дело миссионерством в РПЦ. Никто не занимается, и это вызывает недоумение. Понятие. Никто не занимается. А у них отделы, никто не занимается. Их и не видят нигде. Они вот тут в интернете за мной гоняются, им не до этого надо. Пишут целые трактаты. Сколько время тратят на это? Так как миссионерская деятельность заповедана еще самим Иисусом через своих апостолов, а через них всему христианскому миру. Но мне кажется, что в вашем случае все носит местечковый обособленный характер. А поэтому за 23 года, в наше время один год по 10 годам тысячелетней давности, набралось несколько десятков домов, жителей, которые погрязли в решении бытовых проблем. А вы посмотрите, за 23 года Украина стала фашистским государством. Униат уничтожает все православное, пролито много крови. И этим миссионерам удалось сломать хребет 40 миллионам жителей своей страны. Я веду это к тому, что почему бы вам не создавать подобные потеряевки, в кавычках, в других регионах нашей страны. Может, пора вашим воспитанникам тоже становиться миссионерством, нести это по всей нашей Руси. Хороший совет-то дает, Никита. Ты с Украины. Давай-ка собирайся и там построй новое государство. Ну да, еще опыта наберусь там пару годков, поеду там. Ну, поедешь, может быть. Дальше. Хороший совет. Благодарим. Как ее звать-то? Это Александр. Александр. Ну что, нормально. Александр Кузнецова. В чем счастье в семейной жизни? Пожалуйста. То есть нет счастья. Счастье, когда вы вместе служите Господу и знаете для чего. И детей для Царства Небесного готовите. Даша Никулина. С праздником вас моя мама передает поклончик вам. Мы отца Анатолия Овцы с Конецполя. Вы когда-то приезжали в Конецполе к отцу Анатолию и мы слушали, как вы рассказывали о вашей жизни. Так запомнил о вас. Я с Украины, Николаевской области. Город Первомайск, село Конецополь. Да, так и были там. Очень хорошие люди. Учусь в школе. Одиннадцатый класс, последний год. И меня мой класс не любит. Очень. Из-за того, что я православный, что хожу в церковь, хожу в юбки. И они часто меня унижают, грубят, толкают. На нашу школу всего двое ходит церковь. И это со мной. Много есть пятидесятников, но их не трогает. И тут мне осталось доучиться чуть-чуть. Я уже совсем не могу. И в ответ на их грубость я не могу отвечать. И что мне делать? А вот этот фильм мы смотрели в Эстонии, там где, эстонский фильм. Так, а в школе издевались. И два пацана там издевались страшно над ними. Они взяли оружие, пришли и весь класс расстреляли. Класс. А? Класс называется. Класс, да? Да. Класс. Зарядите, посмотрите. Ну, а это все, которые вас гонят, это все православные гонят. Они все моченые. Даша Никульна, с праздником вас моя мама передает поклончикам. Даша, и что это значит ответ? Евреям 10 глава. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верующих будет. А если кто покелеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не искалеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Ответ по слову Божию. По слову. Оксана Клименко. Игнатий Тихонович, прошу, помолитесь за нашу дочку Евангелину. Завтра у нее собеседование в лицее, в который мы бы хотели, чтобы она поступила. Пусть Бог поможет ей не растеряться и ответить на все вопросы. Если есть его воля на то, чтобы Евангелина там училась. Простите за беспокойство. Очень волнуюсь. Спасибо большое. Надо понимать, это Ангелина. Евангелина. А? Евангелина. Евангелина. Ну дальше. Ангелина пишет. Здравствуйте, уважаемые Игнатии. Просмотрев ваши видеосюжеты и услышав, как вы толкуете Святую Библию, я ее перечитываю, но не могу понять. Бог был милосердный, но при этом Ветхий Завет нам говорит об обратном. Считаем исход, суди, царство и так далее. Одни грабежи, насилие, убийство. И это по приказанию Его. Переходим в Евангелие, где Господь опровергает этого всего и говорит, поставь другую щеку. Получается, что все-таки слово Господа изменимо? Понятно? Он Бог и может изменять все и слова, и поведение, и мышление. Читаем. Будьте, как я, ибо я кроток и смирен. Возвращаемся в исход, где одолевал его гнев на людей. Я вот не пойму, Бог, который в гневе уничтожал все и вся, есть Бог, который учит подставлять другую щеку. То бишь, не как око за око, а как добро за зло. Мне к какому Богу верить-то? Потом, я прихожанка православного храма. В Библии сказано, левитам ничего не дал, но дал удел Божий. И жертвы, то есть те же самые священники, получается, что им положено немного. Но что-то, я смотрю, дома у них как грибы велика нарастут. Мне как бедному человеку запретили брать с корзины, говоря, что это священникам. Согласна, теперь в Евангелии сказано, Господь взял корзины, наполнил и накормил нищих. Нам запрещено хормить нищих в храме. Продают всякую воду. Я пошла к епископу, в итоге меня выгнали из храма. Вот вам православие. Где доброта, любовь, милосердие? Я вижу ветхий завет ныне в храмах. Тут ответ это не на нее? Да. Да, вот я скажу, прочитайте большой ответ, вот она где. Зафиксирую пока. Большие ответы такие. Ну это православное, то еще говорить. И дальше. Это дальше видно тоже, а ей ответ, да? Нет, другой. А что тут? Вера Ивановна, я работал в детском садике. А, ну вот оно все, прочитайте ответ какой, вот он идет где. Это ответы, которые, понимаете, сколько надо написать, какой ответ дать. Вот вам миссионерство, все понял. Сейчас еще один листик промажем здесь, страничку. Ну это дальше ответ. Какое, в чем счастье семейной жизни вопрос? Вот я отвечаю. А счастье нет ни слова, а спасение есть. Вот они, места Писания, вот оно где. Ни слова нет, поэтому отвечаю, что Бог отвечает. Роман Фроликов. Господь наш Иисус Христос сказал, что не надо заботиться о том, что нам есть завтра. Вот что одеваться? Что вы подразумеваете под лозунгами ваших детей про Россию, в которых нет слов о любви Бога к людям и любви христианин к Нему, к Небу, а не к России, который Иисус Христос сожжет в последний день? Ну все, все сказано, я отвечаю на это. Давай. Это ему ответ? Да. Ну и ответ я вот показал, показал где. Такие вопросы-то, но еще у них нету. Александр Романов. Вы увидели в покрове головы какую-то краму-крамолу. Странно. Главное не форма, а содержание. Многие носят кресты, но верующими не являются. А многие носят бороды, но к православию не имеют никакого отношения. Многие носят рясы, но не верят в Бога. Надо не только устав соблюдать, сколько веру великую иметь. Много церковников, что соблюдают уставы церковные, но веры не имеют. Религию создал человек, а веру великую дал Господь. Вы говорите не лгать, но слово человека это ложь. И очень примечательно, что в ваших записях все время присутствуют высказывания, не знают, что из этого выйдет. Это надо понимать, что вы не верите в то, что делаете? Ну как не верить? Я делаю то, что Господь помилевает, да будет воля твоя. Мы спрашиваем, а я не знаю. Прошу, чтобы человек выздоровел. Но я не знаю, на пользу или нет. Откуда мы знаем-то? Не понимает этого. Слова-то правильные говорит. Это же люди не верят в ложь и совместить одно с другим не может. Ольга Никонюк. Доброе утро, Игнать, у меня сильная обида на Бога и проклятие. Понимаю, что нельзя это, но это и есть. Как же теперь молиться? Разве я могу к нему обратиться? Спасибо. Ну вот видишь, что сказать? Иди к батюшкам, они тебя научат. Вера Иваница. Вы, староверы, креститесь двоеперстно и признаете ли вы канонизированной православной церковью святых? Все условия, которые вы написали, это устав нашей жизни. Мы глубоко верующие люди. Я не стригу косу, муж с бородой. Не лжем, не пьем, не курим, не скорнословим, не воруем. Ну, это пожалуйста, молодые люди. Можете построиться где-то. Пишите, выходите на прямой контакт с нами по скайпу. Игнатий10. Тут что? Ольга Никонюк. Доброе утро, Игнатий. У меня сильная обида на Бога. Ну дальше, ответ. Вот он какой. Если согрешить человек против человека. Мы, наверное, местописание тут называем. 1 Царств 2.25, 1 Иоанна 2.1, Римляна 8.34. Дальше. Мы староверы, муж не броится. Да, отвечай. Мы не староверы, а православные. У нас полная свобода предперстносложения. Таково решение синодов 1971-1980 годов. Признаем всех святых, ибо они наши. Иоанн Кронштадтский, царь Николай Семистов, Фефан Затворник, Серафим Саровский и другие. Старобрядцы их не признают. Вы лучше заходите в скайп и поговорим. Вы нам понравились. С 3.00 до 17.00 по Москве. Лучше бы в моем мире зашли на мою страницу Игнатия Лаповна. Понятно все. Вставляете Игнатия 10 в скайпе, Вконтакте. Я не бываю. Мне перекидывают. Потом ответы забирают. Все эти вопросы. Вера Иванница. Я с мобильного интернета захожу. Нет возможности по скайпу. А вы тремя перстами креститесь. Опять. Кому какое дело, как я крещусь? Что они все спрашивают? Ну разные-разные, которые совершенно не относятся к ним. Вот такое любопытство, как раньше кумушки у колодца были. Вот опять Роман Проликов. Теперь я хотел показать наш видеоканал. Вот он как выглядит. Большой видеоканал. Если здесь вы нажмете, вот здесь вот главное, вот главное, то здесь через две строчки буквально выходит. Житие спятых каждый день, которые я в 80-е годы насчитал. Это будет, если так, что 1173 файла может быть, насчитанное. Вот оно где. Зайдите. Удобно включил и слушай. Очень удобно. Ну и еще раз покажу наш сайт. Тут вопросы все отвечены. Вот детские занятия по изучению Библии. Какие фильмы поставлены. Кто помогал. Ну все, абсолютно все. Все здесь указано. Только зайдите. И сразу откроется. Ткните, вот я фотографии, стихи, книга к истинному православию. Ну и на этом все на сегодня. Только вот вчерашнее собрание, за вчерашний день, посмотрите. Там сестра рассказывает со слезами, как с ней поступают священники, выгоняют из храма. Только за то, что она со мной знается. И туда зовут они. Это лютые волки, нещадящие стадо. Лютой ненависти ненавидят. Вот так. Все на этом. Богу нашему слава во веки веков. Благодарю, Никита. Спасибо, Христос.